Всем привет, с вами Андрей Варк. Перед началом данного видео хотел бы прорекламировать опергруппу Русь Великая. Здесь она прям ищется по названию, никакого тега не надо, вы набираете Русь Великая и она здесь просто листаете чуть ниже, находите вот такой логотипчик, открываете и здесь нужны еще 16 активных бойцов, у кого есть 300 плюс медалей. Так что если вы играете в Бумбич, у вас есть 300 плюс медалей, вы ищете сей опергруппу, то есть по всем критериям вы подходите, вступайте в эту опергруппу, здесь как видите адекватные игроки, мат запрещен, хотя немножечко мата я бы все-таки разрешал. И получается порховую бочку начинают, так что если вы ищете сей опергруппу примерно такого формата, Русь Великая, вступайте и начинайте играть. Ну что, переходим к сегодняшнему видео, у нас на повестке дня Мега Краб, он сплыл, он появился и многие задавали вопрос, почему нет Мега Краба, где же он? На самом деле разработчики Снепик уже давали, что он будет с 31 по 2 сентября, да, такой запоздалый Мега Краб, но они сами его так анонсировали. В то же время очень много кто пишет, почему у меня Мега Краб не появляется, где мой Мега Краб, почему у тебя есть, а у меня нету. Если вы только-только начали играть в Бумбич, у вас никакого Мега Краба не будет. Nine, он у вас тупо не появится, если вы вот прям только создали аккаунт. И в то же время, если вы, например, имеете первый, второй, третий, четвертый, пятый левел штаба, нет, походу с пятого левела и появляется Мега Краб, только с этого левела он у вас будет появляться, и все, что ниже, там третий, четвертый, он Мега Краб снова не появится. То есть надо прокачиваться в Бумбич, и только в этом случае Мега Краб у вас появится. Ну я надеюсь, ответил на кучу вопросов, которые постоянно задают, почему у меня не появился Мега Краб. Вы просто до него еще не доросли. Качайтесь, и у вас он в следующий раз точно будет. Так, ну а сейчас перейдем к настоящему новому Мега Крабу. Что нас ждет? Вот такие статуэточки нас ждут. Офигительная канонерка. Да, этот Мега Краб его и называли канонерочный, то есть, ну, будет плюс канонерки. И вот такая канонерка реально будет круто выглядеть. Вот я прям представляю, как у меня круто фиолетовая вот эта канонерка будет выглядеть на базе. Но в то же время здесь и металлическая, и золотая, и фиолетовая, и реально алмазная, они очень круто выглядят. Каменная, ну, каменная как-то так средневато выглядит. Но в этом Мега Крабе будет просто захватить и металлическую, и золотую, и алмазную. Потому что этот Мега Краб будет достаточно простой в плане прохождения. Получается, первую каменную мы добываем уже на 10 стадии. Вторую, железную, мы добудем на 20 стадии. Золотую на 40-й. И алмазную можно будет получить на 70 стадии. Но это меньше, чем в прошлый раз. Плюс на этом Мега Крабе давайте пройдемся по фишкам. 6 атак, как и было. Каждая атака будет добавляться каждый час. Здесь, как видите, будут добавляться способности канонерки. Они будут разные. Будет скоростная сыворотка, крёб, бомба, там турелька, шок, суперпульт. Короче, будут чередоваться эти способности на разных стадиях. Будут разные. Плюс здесь будет добавляться энергия к канонерке. Что это под собой подразумевает? Думаю, кто играет уже хотя бы полгода, знает, что раньше была такая возможность. Когда мы сносим здание, мы получаем плюс заряд канонерки. И вот именно на этом Мега Крабе так это будет работать. Мы сносим какое-то здание. Например, за любой снос здания мы получаем 3 заряда канонерки. Но за счет того, что у нас есть плюс 50%, мы будем получать на 50% больше за снос любого здания. То есть мы сносим здание, получаем на 50% больше. Притом это 50% только в самом-самом начале, когда мы только-только начали проходить. С каждым разом будет больше. Будет 100%, потом будет 150% и в самом конце будет 200%. Плюс к этим 200% и способности будут, как я уже говорил ранее, будут чередоваться. Совершенно разные будут способности на каждой Мега Крабе. И самую последнюю алмазную статуэтку уже можно будет получить на 70-й стадии. Я думаю, если честно, я уже буду подключать резерв. Я думаю, проблем у меня с резервом, конечно же, дойти до 70-й стадии не возникнет. Ну и в самом конце про одну маленькую способность из канонерки скажу. А именно этот суперпульт. Раньше он когда-то работал на штаб. Можно было его забрасывать в штаб. И все защитные сооружения начинали агриться на штаб и пытаться его снести. Сейчас не работает. На штаб вообще никак не пашет. Плюс на криобомбы тоже не пашет. Плюс на самые обычные вот эти склады с критерами тоже не пашет. И просто на склады тоже не пашет. Только на защитные сооружения этот вот сверхпульт будет работать. Но как-то так. Имеем то, что имеем. Ну вот, собственно, такие нововведения нас ждут на Мега Крабе. Я уже его жду. Жду эти способности. Жду разные плюшки. Все это можно будет потестировать. Кто, возможно, недавно начал и все это не тестировал. Я-то, конечно, уже все тестировал. Ну вот, собственно, и все. Такой Мега Краб будет. Я всех жду в 18 часов в пятницу по МСК. Начинаю стримчанский. И начинаю снова на стримчанском проходить этого Мега Краба. Получится пройти 30 плюс стадии, как всегда. Не получится. Все вы увидите, если придете ко мне на стримчанский. Ну вот такой видос получился. Анонс по Мега Крабу. Если вам он понравился, то не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Писать комменты. Ну а с вами был Андрей Вар. Как всегда, всем пока.